Это особенности восстановленного Google Pixel 5. Я нашел два продавца, у которых можно заказать экземпляры этого смартфона. Куба клеит стикер на заднюю крышку, и его лучше не снимать. Вот, например, смартфон одного из продавца, где забыли приклеить аккумулятор. Что касается самого смартфона, Google обещает поддерживать его до конца 2023 года, поэтому с обновлениями проблем не будет. Хотя на одном из промежуточных обновлений Android я словил неприятный баг. А вот еще одна особенность Pixel 5 — мерцающий экран при темном оформлении. Хотя лечится это крайне просто. Переключаешь частоту обновления экрана на 90 Гц. В остальном экран неплохой. Кстати, он на 6 дюймов, из-за этого смартфон достаточно компактный. Сенсоров камеры всего два, но фоткать можно на обычный, широкоугольный или с увеличением 2Х. Странно, но при съемке видео нет ширика. Обойти это тоже несложно. Переходим обратно в фото, выбираем широкоугольный модуль и удерживаем кнопку съемки. И, конечно, присутствует все необходимое. Датчик отпечатка пальцев, NFC, беспроводная зарядка. И я все еще считаю, что это лучший смартфон за плюс-минус 23 тысячи рублей. Пусть и восстановленный.